Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о видеопередатчике Rush. Это Rush Tiny, который я нашел частью моего, потому что до этого я пользовался и Chain Nano, и UniFi. UniFi стоит достаточно дорого, этот стоит, по-моему, чуть-чуть дешевле. UniFi Nano. А, и Chain Nano неплохой, видеопередатчик стоит не очень дорого, но как только я переключил... Ну, на 200 мВт мне его хватало, примерно на 2-3 км, и больше он почему-то брать не хотел. Возможно, там была антенна хреновая, там была обычная зиполька, возможно, еще что-то. Потом я решил, а вдруг, может быть, можно поставить 400, хотя с 400 мВт он реально сильно перегревался. Я поставил 400 мВт, и что случилось? А ничего хорошего. Просто в один момент я летел, 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 все вроде хорошо, нормально, и в какой-то момент сигнал просто начал исчезать. То есть он выходил в черное, частота съезжала выше, я переключал на следующий канал, на следующий канал, на следующий канал. Потихоньку частота вверх уезжала, и, ну, это никуда не годится. Вы не можете в полете переключать каналы, потому что, ну, вы заняты другим делом. И настраивать, пытаться найти канал, где у вас будет картинка, но это не совсем хорошо. Соответственно, мне пришлось добавить газку, и самолет полетел немножко побыстрее, и все вроде нормально стало. То есть я хотя бы смог посадиться, но больше на этом видеопедачке летать не хочу. То есть на нем можно летать, но не на дальнее расстояние. То есть 25 мВт он выдает отлично, можно его поставить на какие-нибудь там гоночные аппараты, еще что-то. А если вы хотите реально, чтобы у вас было чуть побольше мощности, чтобы летать чуть подальше, то вам нужна какая-то другая связь. И в данном случае я вот нашел вот этот Tiny Rush. Смотрите, какой маленький видеопедачек, вот этот вот, это он. В комплекте у нас наклейки, провода, ездиполька. И так вот выглядит этот видеопедачек, ну, очень-очень маленький видеопедачек. И действительно, я уже поставил его на самолет свой. Сейчас чуть позже покажу немножко с него футаж. Ну, такой, я не стал пока сильно далеко летать, по возможности полетал вокруг себя, полтора километра берет вообще стабильно. Вес у этого видеопедачка 1,4 грамма, с диполька, который в комплекте, ну, считайте, чуть меньше 2, 1,97. Я думаю, даже на вупчике такая тема пойдет, потому что действительно легкий видеопедачек. И если вы хотите летать чуть-чуть подальше, он выдает, по-моему, 400 или 450 мВт. Что-то такое. Ну, мы сейчас это все замерим, конечно же. Также у нас в комплекте небольшой кусочек термоусадочки. Очень плотная термоусадка. Это не такая пластиковая, тонкая, которая сразу слезает при высокой температуре, а которая держит температуру хорошо. Да, друзья, здесь настолько все мелко, что очень сложно показать, на самом деле, что у нас тут на видеопедачке. Но тут подписано, на самом деле, все достаточно ясно. То есть, этот свитч, а если у вас, например, эта кнопка где-то у вас запрятана или у вас она отломалась, то вы можете, зажимая вот это с граундом, переключать все это дело. Но это, на самом деле, мало кто пользуется. Дальше 5 вольт и граунд для питания, то есть плюс-минус. Потом дейта, которая идет на смарт-аудио в данном случае. Потом камера и VTX. В данном случае, как видно, здесь у нас есть камера 5 вольт и граунд с другой стороны, которая позволяет подключить камеру сюда, то есть для вупов, если используете. Дальше вот здесь вот с пина камеры приходит вот отсюда-сюда сигнал. Идет, например, на полетник. С полетника возвращается на VTX уже с OSD и дальше выходит сигнал наружу. Поэтому можно здесь запаяться либо на CAM, либо в VTX. Но здесь есть небольшая перемычка, которая либо их накоротко замыкает, либо размыкает. Накоротко можно замкнуть, если вы, например, с этой стороны подключили видеокамеру. А здесь замкнули, и она сразу выходит наружу. Без OSD, без всякого дополнительного, то есть напрямую. Естественно, таким же образом, я так полагаю, что можно и полетник на пин-камеры подключить с OSD. То есть с этой стороны можно привести, или вот с этой стороны можно привести видео. Очень удобно с любой стороны. Здесь, конечно же, под внутри вот этот модуль с генератором сигналов, усилитель, все дела у нас. С обратной стороны у нас светодиоды, две микросхемы. Я так понимаю, это преобразователь напряжения и пиксеразъем. Но тут все настолько мелкое, друзья. Вы видите, насколько это все мелко. Ну, как-то я припаял к моему старому обнебасу, но питание еще не подавал. Как видно, питание еще в воздухе висит. Это нужно для того, чтобы мы замерили сейчас потребление полетного контроллера, а потом потребление полетного контроля вычитали из общего потребления, потому что, ну, подключено два устройства. Так, значит, мы заходим в Betaflight. Как видно, я прошел здесь уже последнюю прошивочку 4.1.1. И здесь мы выбираем на третьем UART. Подключен на третий UART VTX Smart Audio. Сохраняем. Потом идем, значит, в видеотрансмиттер. И здесь выбираем таблицу. Здесь, опять же, у нас таблица UART VTX Smart Audio 2.0. И мы ее сохраняем сюда. Ну, а по идее, сейчас все должно работать. Теперь давайте я подам питание, но для начала скажу, сколько потребляет. Он потребляет на 12 вольт 60 миллиампер. А, извиняйте, здесь у нас не третий UART, а шестой UART. Я подключил на шестой UART, поэтому надо поменять на шестой. Проверяем в сенсорах. Да, у нас стоит 216, то есть это у нас Smart Audio 2.0. Видеопередатчик мы здесь уже вроде сохранили. И вот канал 1, мощность 1, 25 миллиампер. На 25 миллиампер вся система потребляет 166 миллиампер. Дальше на 100 миллиампер потребляет 186 миллиампер. На 200 миллиампер. 210 миллиампер. И на 400 миллиампер, то есть на максимум потребляет 230 миллиампер. Что, ну, 230 миллиампер это уже неплохо. Это уже почти 3 ватта она потребляет. На 25 миллиампер выдает видеопередатчик чуть-чуть больше. То есть от 25 до 35 миллиампер, что, в принципе, является нормой. Идем дальше, 100 мВт переключаю На 100 мВт Примерно 100 мВт он и выдает Это нормально, и погнали дальше 200 мВт, на 200 мВт он по-моему больше Даже выдавал Да, на 200 мВт он выдает что-то порядка 240-250 Иногда почти до 300 поднимается Это нормально, ну и давайте По 400 мВт проверим Которая на самом деле по факту У них мануально пишет, что 350 и выше Ну вот в данном случае он выдает 380 мВт, что меня абсолютно устраивает Ну и по факту, знаете, друзья, я посмотрел Как это дело работает в воздухе и действительно Очень и очень неплохо Ну что ж, поставил видеопередатчик 2-3 минутки Как видно уже 0,5, сейчас у нас 200 мВт примерно выдает он И температура поднялась уже до 120 с чем-то там Температура у нас примерно 122 градуса и выше она особо не растет То есть я думаю где-то лимит На который она ориентируется, вот эти все датчики Здесь, которые отвечают за Перегрев, примерно 125 градусов Как в принципе и на Unify В видеопередатчиках и как показала практика В принципе они выживают нормально То есть здесь никаких проблем не должно быть На 25 мВт переключил, 22-25 он выдает Здесь все четко Кроме того, мои коллеги посоветовали мне антенны Это черри антенны от тоже Rush FPV И я решил тоже взять вдобавок к этому видеопередатчику Потому что они маленькие, легкие И что самое главное Они супер дешевые Они на самом деле не такие дешевые, как вы могли подумать Но они гораздо дешевле, чем аналогичные антенны Производством этих антенн занимается Где-то здесь было проглядывалось Ну в общем здесь, если крышку открыть Там написано, что их изготавливает компания TrueRC А как мы знаем, TrueRC делает одну из лучших антенн на рынке Поэтому здесь никаких проблем быть не должно Я уже поставил такую антенну на свой самолетик И взял еще, как бы, две дополнительные в комплект Я думаю, мы их сейчас куда-нибудь применим Выглядят они следующим образом У нас снизу ножка такая Она слегка мягкая То есть ее можно слегка согнуть Но она не позволяет антенне резко перегнуться Кроме того, на этой антенне есть вот такая вот скоба На IPEX разъеме Обычная проблема IPEX разъема Что здесь есть три лепестка на разъеме И они потихоньку расширяются, расширяются И в какой-то момент они перестают держать сам коннектор Который у нас на видеопередатчике В данном случае они пошли следующим образом И сделали небольшую накладку поверх этого IPEX разъема Которая, когда вы надеваете Она приподнимается вверх Позволяет это все дело накинуть А потом зажимает обратно все дело вниз И у вас коннектор, ну может прокручиваться по кругу Но соскочить и потерять контакт он не может Соответственно, это все дело очень просто и легко накидывается на этот видеопередатчик Каким-то вот таким вот образом То есть, как обычно, накидывается поверх Но потом, для того, чтобы снять Вы просто так это снять не можете Вам нужно реально там слегка поддеть это дело И только потом потянуть, она нормально снимается Но реально нужно приложить усилия И даже в самых легких падениях и крашах Начинало это все выскакивать на старых На разъемах обычных, не пиксовских Здесь такого происходить, ну по крайней мере, не должно Они обещают, что должно быть все нормально Ну и получается, вы надеваете это все дело вот так Закатываете это все в термоусадки У вас вот такой вот маленький видеопередатчик Ну как видно, он выдает неплохим охлаждением 400 мВт С плохим охлаждением 200 мВт Но даже 200 мВт это очень много Давайте еще интересно ради замерим качество этих антенн Мне очень интересно Поскольку TrueRC, я уверен на 99,9% Что они практически в идеальном состоянии Но перепроверим Кстати, да, друзья, здесь я забыл добавить Что есть вот такие небольшие переходнички Которые похожи очень на Uni5-ские крепления На два винтика с двух сторон Вы можете вставить туда антенну свою И она вот так вот никуда оттуда не денется И сначала давайте затестируем дипольчик Который был в комплекте И знаете, он неплохого качества Он настроен примерно на 5800-5780 Что-то такое Здесь у нас 1.1 И в принципе весь диапазон рабочий Нормальная антенна С ней можно будет очень хороший сигнал получить Даже, например, на каком-нибудь вупчике Где у нас реально проблемы с минимализацией веса Дальше Cherry Первый вариант Идеально рассчитано на 5800 Как видно, реально в центр попало Там у нас 1.1 коэффициенты В целом весь диапазон ниже, чем 5.5 То есть хорошая антенна Да, в прошлый раз еще под каким-то видосом Где мы антенну тестировали Люди пишут Да вот, 5.5 Да это невозможно Да это не антенна, а кусок проволоки Нужен, чтобы коэффициент был единиц Или максимум 1.1 Друзья, вы не забывайте Во-первых, у нас достаточно широкий диапазон Где должны эти антенны работать Во-вторых, у нас с вами это всего лишь хоббиное применение Поэтому у нас важно, чтобы она работала плюс-минус Ну и кроме того, я думаю Вот эти антенны, которые мы используем Они не могут просто сделать их так Чтобы они работали на всем диапазоне 1.1 Нужно тогда конкретно какую-то частоту выбирать А вторая антенна тоже абсолютно четко настроена на 5.800 Как видно, там у нас 1.08 примерно Коэффициенту это вот вправо в столбике Можно посмотреть В целом все ниже чем, ну скажем, даже 1.4 До самых верхних частот Это очень хорошая антенна Ну и давайте третью антенну затестим Посмотрим, как она работает И четвертую антенну, которая была Ну, они две в комплекте идут Она тоже была абсолютно идеально настроена Она сейчас уже стоит на самолете Здесь тоже антенна абсолютно так же настроена На 5.800 ровно, поэтому никаких проблем нет Берем просто любую антенну Я думаю, вот эти антенны очень хорошо проверяются Берем любую антенну, ставим И получаем отличный сигнал В целом все, друзья Видеоперядочек мы замерили Антенны мы замерили Теперь нужно немножко посмотреть, как они работают Я предлагаю посмотреть на небольшой полет На моем маленьком самолете Там мы летали на дистанцию примерно километр И в принципе никаких промех у меня не было По-моему, мощность была при этом все Но не максимально По-моему, там было 200 минут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Так, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и заглядывайте в описание. В описании будет ссылочка на видеопередатчик. Ну и для паникеров с коронавирусом, друзья, я два дня назад заказывал с Алиэкспресса. Вчера, получается, день назад заказывал с Бангуда. К сегодняшнему дню все посылки отправлены, там 4 посылки. Поэтому я не знаю. Мне кажется, кто хочет работать, уже давно-давно работает. Кто хотел себе продлить отпуск, сидят пока по домам, говорят, что у них вирус. Хотя, если они действительно хотят, они, как видно, отправляют без проблем. На этом, друзья, все. Пока.